привет всем друзья с вами александр мастерская мастерок история диска такая зачитываю доброе время суток уважаемый мастер вас беспокоит подписчик расскажу о своем жестком диске водка 500 к один раз пять месяцев прочищаю ластиком офисы но когда вечером он вырубился я почистил контакты не помогло на мотор на диске не завелся померил подписчик мотор а у него на контактах мотора 0 2 и 8 падения это на контактах самого мотора он мерил на этих и не то есть он говорит дальше купил плату не знаю где он купил но на ней греется процессор и в общем нужно починить посмотреть сейчас давайте с вами приступим к просмотру починки этого всего добра и так поехали давайте попробуем новый ракурс может быть вам будет лучше видно я отлучался только чтобы взять отвертки и тестер так что тут у нас контакты контакты затерты до состояния меди так мир тщательно затерты так визуальный осмотр вроде все на место пятаки не отломаны если что придется пропаивать всяком случае на глаз не вижу вроде все норм сбитых элементов вроде тоже нет давайте режим диодной прозвонки глянем не звенит ли у нас мотор один звенит это по моему земляной звонит хотя могло ошибаться давайте проверим с вами диоды нормально 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 вроде все нормально давайте подключим посмотрим подключим посмотрим как что к чему куда только три винтика все они слизаны видно у человека отверточка не 9 размер а скорее всего 10 он подходит но более туго и вот так вот слизывает может быть восьмой или седьмой в любом случае давайте давайте подключать и смотреть оно к уху такое ощущение что такое ощущение что у нас это как его головка заклиненная давайте попробуем вставим платку такую же как купил человек только сейчас почищу чухану ластиком но конечно не запустится потому что прошивка в процессоре надо просто перепаривать но полноценно не запустится но во всяком случае крутится будет если дело в платье в смузи крутится будет если нет то нет скорее всего у китайцев браун китайская пломба этот отметинка так вообще никак не реагирует короткое замыкание показывает отлично ну что же скоро посмотрим вполне возможно что у нас что-то с головкой приготовим с вами пинцет и и приготовим огрушку так вот так закручиваем роднульку родное закручиваем давайте начнем кстати да мы с вами можем посмотреть заклиненная головка или нет не совсем его раскрывая сейчас покажу три винтика эти откроем и можно будет открыть посмотреть залипла там головка или нет нет головка у нас на парковке поэтому скорее всего это движок двигло у нас поломана вот такие вот дела друзья сейчас созвонимся с клиентам и говорим сумму ремонта и дальнейший ремонт пока пауза включаем видели мигнуло еще раз и прислушайтесь к звук думаю наверно будет слышно то есть получается по звуку такое легкое при легкой отцок они и потом отрабатывает прошивка что что-то не так жестким диском и вырубает собственно самодиагностикой заканчивается диск вырубается но самое смешное что с мотором я проверял все нормально значение мотора в норме то есть не знаю как человек замерял может быть он замерял падение напряжения хотя нужно замерять мотор в омах в общем все в пределах нормы очень не хочется вскрывать диск я не знаю честно что что с ним головка нормально на месте на парковке двигло тоже все хорошо везде все хорошо но диск не работает такая вот ерунда плата в норме диск в норме но не работает может быть конечно где-то идет к за замыкание на самой головке я это не знаю в общем как то так а купить нужную запчасть на алиэкспресс мне помогает бэкет в прошлом епн расширение для всех браузеров переходим по ссылке и мы уже экономим проверяем в расширении активировали у нас кэшбэк если нет нажимаем на кнопку активации выбираем нужную нам деталь и смотрим динамику цен переходите ссылочка в описании ребят заметил интересное поведение когда он так вот постоит некоторое время если передернуть шнур питания то начинает мигать индикатор на чтение чтение и запись мигает быстро-быстро такое ощущение что где-то по чтению записи короткое возможно из-за этого оно так себя ведет вот так вот итак друзья товарищи заканчивается эпопея у нас с в дешкой на 500 гигов вы видите она все в изоленте а это значит я менял голову и видите форматирование собственно я ее форматирую уже слил всю инфу на жесткий от ноута на пятисоточку да так так именно разница в размерах берите ребята даже для ПК ноутбучные они понадежнее плюс они не требуют питания 12 вольт соответственно не погорят меньше риск погореть плюс они более устойчивы к ударам с тряском ну и бесшумные по сравнению с 3-5 версиями собственно что было сделано я уже не помню говорил или нет в общем поначалу человек заказал с Али плату ему прислали нерабочую я убедил человека переоткрыть спор и ему прислали рабочую это я снял проц родной потому что здесь был биус в родном процессоре ну я здесь не отмывал но тут все отмыто хорошо и собственно пересадил с родной платы проц на плату с Али и интересное такое было поведение платы получается все вроде напруги все нормально все классно но все вместе не работало но вот завелось но беда не приходит одна и пересадил он завелся с диким с дикой вибрацией с дикими пощелкиваниями и оказалось что скорее всего потянуло когда родную плату от блока питания когда сгорел блок питания потянул за собой еще и голову то есть жесткий очень долго определялся потом нашло CDE диски с инфой но считать при попытке чтения диск отваливался я заказал донор донор пришел пересадил голову в принципе смысл каждый раз показывать одно и то же действие по пересадкам голов у меня на канале целая куча и 2.5 формат и 3.5 формат пересаживается все по одному и по тому же принципу если где-то какое-то отличие есть при съеме головы самой или прим в каких-то моментах по пересадке то я естественно делаю вот vd green там немножко отличается замена головы поэтому я вот одно из последних видео было vd green я под музыку менял голову в общем скопировал инфу правда получилось все равно что-то около десяти тысяч лба бедов но поверьте это не очень много но все равно грубо говоря сто процентов инфы уже не слили это это немного десять тысяч лба хотя число вроде большое даже миллион не так уж и много тем более где-то в середине оно кстати очень долго стояло трещало попердывало скрипела где-то вот в районе пятнадцати процентов но потом пошло дальше видно переназначились сектора все-таки у него тотальное здоровье после копирования сорок пять процентов думаю после форматирования будет процентов двадцать пятнадцать ну поживем увидим посмотрим в общем для чего я его сейчас форматирую чтобы как раз эти все беды ушли я его буду форматировать сейчас форматирую первый раз буду форматировать два-три раза этот диск все равно уже поедет человеку заказчику с инфой тут тут уже инфа есть а этот диск я постараюсь сделать и продублировать инфу ну потому что человек не богатый да ну нету не видел я еще богатых людей кто ну не дорожил бы возможностью починки жесткого диска в общем меня попросил клиент если удастся сделать все чтобы этот винт проработал как можно дольше вот я хочу посмотреть если он не сыпется то я запишу инфу и туда и туда продублирую там и там и получается сюда человек может на ОЛХ на авито в любой момент докупить карман вставить жесткий и получит у него внешний жесткий диск а этот возможно человек будет еще использовать но я честно точно еще не знаю не знаю но я